Мы переходим к рассмотрению третьего важного сценария работы веб-приложений, а именно авторизации пользователя в веб-приложениях. Авторизация нам, как мы помним, была необходима при обработке форм, чтобы понимать, кто из пользователей именно выполняет какие действия. Начнем немножко с истории. Исторический протокол HTTP предполагался в основном для обмена документами и был спроектирован как Stateless. Stateless, то есть протокол без поддержания сетевого соединения. Как мы помним, протокол HTTP состоит из серии запросов и ответов, и предполагалось, что каждый запрос будет порождать новое сетевое соединение. Позже в HTTP 1.1 добавилась такая фича, как персистентное соединение, то есть клиент может договориться с веб-сервером не закрывать соединение, но эта фича сделана исключительно для оптимизации трафика при загрузке одной страницы. И такое соединение, даже персистентное соединение в HTTP 1.1, оно живет, как правило, недолго, то есть 10-15 секунд, чтобы загрузить весь сайт. Нам же нужно хранить информацию о пользователе в течение всего его сеанса работы. Это может быть день или несколько дней. В протоколе HTTP нельзя связать данные пользователя с сетевым соединением, как это делается, например, в базах данных. То есть когда вы подключаетесь к базе данных, вы авторизуетесь, и ваша авторизация связана с тем сетевым соединением, которое вы установили. В HTTP так сделать нельзя. Поэтому для того, чтобы поддерживать некоторое состояние, то есть для поддержания состояния, браузер должен передавать серверу информацию о пользователе при каждом запросе. Исторически есть несколько разных вариантов авторизации. Мы рассмотрим две сегодня. Это basic авторизация и авторизация, основанная на куках. Итак, basic авторизация. Этот вариант авторизации реализован практически во всех веб-серверах. На сегодняшний момент он довольно старый, довольно простой. Давайте посмотрим, как происходит обмен HTTP-запросами при basic авторизации. Начинается с того, что на сервере некоторая группа ресурсов, например, некоторый location, отмечен как location, требующий авторизации. Допустим, у нас это location.admin. Ну, логично, для доступа к административной чате нужна авторизация. Пользователь вводит URL и браузер делает get-запрос, допустим, по такому пути. slash.admin. Веб-сервер пытается авторизовать пользователя, но поскольку пользователь не передал никакой информации, а веб-сервер сконфигурирован так, что требуется для данного location авторизация, то веб-сервер отправляет специальный код ответа 401.anostorized. То есть, для данного запроса нужна авторизация. И передает специальный заголовок www.authentificate. Этот заголовок показывает, какая именно нужна авторизация, то есть, какой метод авторизации использовать. Мы здесь видим basic. Именно из-за вот этого слова авторизация как бы называется basic авторизацией. Кроме того, передается так называемый Realm. Realm – это просто название части сайта. То есть, у вас на одном сайте, в одном приложении может быть много разных разделов, в которых разная авторизация. То есть, в админке одна авторизация, в интерфейсе для модераторов другая. Realm указывает, в какой именно часть сайта мы запрашиваем авторизацию. Браузер получает этот ответ 401.anostorized и показывает пользователю диалог ввода логина и пароля. Это стандартное для браузера окно, в котором можно ввести логин и пароль. Браузер, как правило, их запоминает и вводит самостоятельно. При следующем запросе, то есть, после того, как логин и пароль введен, браузер повторяет запрос, в нашем случае это get.admin, но добавляет специальный заголовок. Добавляет заголовок авторизейшн. Здесь также указывается, что это basic авторизация и какие-то данные. Вот эти данные на самом деле закодированы, не зашифрованы, а закодированы. Логин и пароль пользователя. WebServer получает этот запрос, извлекает логин и пароль пользователя, проверяет авторизацию. При проверке авторизации WebServer может использовать файл в специальном формате, может ходить в какой-то сервер авторизации, например, Radius, может ходить в базу данных. Тут множество способов, как WebServer сконфигурирован. Так или иначе, он решает, что данный логин и пароль правильные, то есть, пользователь авторизовался, и он возвращает 200 окей. Вот, в общем-то, и вся схема. После того, как пользователь авторизовался, то есть, ввел логин и пароль, его авторизация запоминается. То есть, последующие запросы браузер будет делать, передавая заголовок авторизейшн. Так, теперь давайте еще раз повторим, какие основные моменты в базе авторизации. Момент номер один. Когда пользователь первоначально делает запрос к ресурсу, а у него нет доступа, то есть, не переданный логин и пароль, веб-сервер отвечает кодом 401, не авторизован. Вместе с этим он передает специальный заголовок OV-Authentificate, в котором он показывает настройки авторизации, то есть, в частности, что это Basic авторизация и раздел сайта. Пользователь вводит логин и пароль, и при всех следующих запросах браузер будет добавлять заголовок Authorization. В заголовке Authorization указано, что это базовая авторизация и закодированный логин и пароль. Логин и пароль кодируются очень просто. Они вот через двоеточие склеиваются и кодируются с помощью функции Base64. Важно понимать, что это не шифрование, то есть, раскодировать функцию Base64 – это примитивная задача для программиста. Поэтому при базовой авторизации мы считаем, что пароль передается вообще в открытом виде. Так или иначе, если пароль подходит, веб-сервер вернет документ, который запрашивали. Если не подходит, веб-сервер ответит 403. Тут нужно понимать, что проверка авторизации на самом деле происходит на каждый запрос, то есть, заголовок Authorization, он браузером передается с каждым запросом. То есть, с каждым запросом передается логин и пароль. На каждый запрос браузер авторизует пользователя и, соответственно, либо дает ему доступ, либо не дает. Если мы говорим про какой-то статический документ, то он либо отдает документ, либо не отдает. Если мы говорим про проксирование, то есть, если наш веб-сервер не отдает документ, а запускает, скажем, какой-нибудь CGI или VSGI скрипт, то в наше приложение имя пользователя попадает через переменную Remote User. Ну, это в CGI это переменное окружение, в VSGI это будет переменное в словаре окружение. Так или иначе, в Remote User содержится имя пользователя после того, как он успешно авторизовался. При проксировании эта информация не передается, но не составляет труда ее добавить в отдельный заголовок. Вот таким образом работает Basic авторизация. То есть, пользователь вводит логин-пароль, и этот логин-пароль передается при каждом запросе. При каждом запросе сервер авторизует, проверяет логин-пароль. В чем плюсы и минусы такого подхода к базовой авторизации? Плюс заключается в том, что... Ну, основной плюс заключается в том, что это отработанный подход, который работает в большинстве серверов. То есть, этот функционал уже готовый и написанный. Схема довольно простая и надежная. То есть, ошибок в ней очень маловероятно, что они есть. Соответственно, в каждом веб-сервере есть модули для проверки Basic авторизации самыми разнообразными способами, как я говорил. И, как следствие, не требует написания никакого кода. То есть, добавить Basic авторизацию – это, в общем-то, задача для админов, а не для программистов. Но у этого метода есть большое количество и недостатков. Первый недостаток – то, что логин-пароль передается фактически в открытом виде. Это означает, что его легко можно перехватить. Например, подслушать, если у злоумышленника есть доступ к сети, например, к Wi-Fi, он его может перехватить, пароль передавая имя в открытом виде. Это опасно. Поэтому при использовании Basic авторизации необходимо использовать HTTPS с точки зрения безопасности. Второй недостаток – невозможно сменить форму логина. То есть, форма входа, куда вводится логин-пароль – это окно браузера. Модальное окно, которое всплывает, у него стандартный дизайн, и он никак не связан с вашим веб-приложением. Соответственно, в этом окне нет никаких опций, только логин-пароль. Если вы хотите сделать опцию «Запомните меня на 5 дней», этого ничего нет. Вы никак не можете кастомизировать процесс логина. Второй минус. Третий минус – невозможность управлять авторизацией. То есть, мы говорили, что пользователь вводит логин-пароль один раз, а браузер его запоминает и потом при каждом запросе передает. Время, в течение которого браузер передает эту авторизацию, оно в разных браузерах по-разному определено. Как правило, это до закрытия окна. Пока текущее окно пользователь не закроет, браузер будет считать, что авторизация сохраняется. Когда браузер закроется, откроется заново, авторизация исчезнет. Так или иначе, сайт веб-приложения не может управлять авторизацией, не может ее сбросить, например. Это существенный минус. Поэтому, исходя из всего этого, можно сказать, что Basic авторизация – это хороший способ для разного рода административных интерфейсов. То есть, в каких случаях часто используется Basic авторизация? Это авторизация в разного рода роутерах, модемах и прочих маленьких сетевых устройствах, в которых есть веб-интерфейс. Это авторизация в разных административных консолях, административных страницах, с которыми работает небольшое количество людей. То есть, это не публичный интерфейс, это интерфейсы для внутреннего пользования. И в тех случаях, когда нет возможности обратиться к программисту, то есть, нужно ограничить доступ, а нет возможности изменить код сайта. То есть, по сути, на сегодняшний день Basic авторизация – это авторизация для админа. Итак, как мы видели, механизм Basic авторизации обладает существенными ограничениями, которые не позволяют его использовать в широко доступных веб-приложениях. Поэтому в протоколе HTTP был параллельно с этим разработан несколько другой подход, основанный на так называемых куках. Кукис – это второй механизм поддержания состояния, то есть, State Management. В принципе, куки применяются не только для авторизации, это более широкий механизм. И начнем мы именно с обсуждения механизма кукис. То есть, немножко вернемся к протоколу HTTP, поговорим про куки. А после этого поговорим, как на основе куки построить гибкую систему авторизации пользователей. Итак, что такое куки? Куки – это небольшие фрагменты данных, которые сохраняются на компьютере клиента. То есть, веб-приложение, Application Server имеет возможность каждому конкретному клиенту записать небольшой кусочек данных. И браузер эти данные будет передавать при каждом запросе, соответственно, к веб-приложению. И по этому небольшому кусочку мы, в частности, сможем проверить, кем является текущий пользователь. То есть, с помощью кук поддерживается некоторое состояние, поскольку они передаются при каждом HTTP-запросе. В куке можно записать состояние, связанное с текущим пользователем. У кук, то есть, у этих данных, помимо, собственно говоря, самих данных, есть разные атрибуты. Важнейший из них – это домен. То есть, куки, все куки, которые хранятся в браузере, на диске у клиента, они привязаны к какому-то домену. Когда куки отправляются на сервер, браузер выбирает только те куки, которые должен увидеть конкретный сервер. То есть, каждый сервер, он может выставлять куки только для себя и видеть только свои куки. Видеть куки из другого домена, то есть, с другого веб-приложения, такой возможности нет. Поэтому куки обеспечивают надежный механизм управления сессиями, то есть, надежное разделение между приложениями. Итак, давайте поподробнее посмотрим, какие атрибуты есть у куки. Первое и основное – это имя и значения. То есть, каждая кука обладает некоторым именем и некоторым значением. Собственно говоря, куки, они так и записываются в заголовках, имя равно значение. Есть ограничения на максимальную длину куки и есть ограничения на максимальное количество куки. Некоторое время назад это были довольно существенные ограничения, то есть, не больше 20 кук на один домен. Сейчас практически все браузеры подняли эти ограничения до очень больших значений. То есть, на практике вы вряд ли наткнетесь на ограничения по максимальной длине значения, либо по максимальному количеству кук. Но, тем не менее, следует помнить, что куки – это все-таки не способ хранения данных, это не база данных. Потому что они передаются на каждый запрос, и куки должны быть короткими, значения должны быть относительно короткими. Помимо имени и значения, у куки есть параметр expirers. Expirers – это дата, после которой кука не валидна. То есть, в параметре expirers можно указать время жизни куки. Этим она положительно отличается от механизма авторизации. То есть, вы можете поставить куку на один день, либо на один месяц. По умолчанию, время жизни куки, если оно не задано, оно определяется, опять-таки, временем жизни окна браузера. Это так называемые сессионные куки. Но, да, оно определяется временем жизни окна браузера, то есть, пока окно не закрыли. Но в разных браузерах ведет себя немножко по-разному. Поэтому, желательно, expirers всегда явно указывать у кук, то есть, чтобы браузер всегда знал, как долго эти куки хранить. Следующий атрибут, про который мы уже говорили, это домен. То есть, каждая кука привязана к домену сайта. По умолчанию, домен соответствует домену сайта. Но у сайта есть возможность немножко изменить. Например, если сайт находится на домене третьего уровня, например, ваше приложение это app1site.com, и вы хотите выставить куку по умолчанию, у нее домен будет совпадать вот таким вот. Но вы можете его изменить и сделать, например, домен вот таким. Сайт.com Либо без точки. Сайт.com То есть, домен нельзя выставлять произвольно, он должен соответствовать тому домену, на котором работает ваше приложение, но его можно менять, его можно немножко понизить до второго уровня. Следующий атрибут, это путь. Путь соответствует, так скажем, локейшену, в котором данная кука будет видна. То есть, каждая кука выставляется на какой-то, так скажем, локейшен. Вы можете поставить куку, которая будет видна только в административном отделе. То есть, по урлам, начинающимся со слэш админ. Если вы поставите паз равняется слэш админ, то данная кука будет видна только вот по таким урлам. Часто куку ставят на локейшен слэш, чтобы она была видна на всем сайте. И далее два важных атрибута, которые относятся к безопасности. Они актуальны в первую очередь для кук, использующихся в авторизации пользователей. Флажок Secure. Secure означает то, что данная кука должна передаваться только по протоколу HTTPS. То есть, при запросах по обычному протоколу данная кука передаваться вообще не будет. Ну, это актуально на самом деле только для кук, в которых хранится идентификатор сессии, про который мы поговорим попозже. И HTTP only. HTTP only говорит о том, что куки недоступны из JavaScript. В языке JavaScript, точнее в том API, который предоставляет браузер, есть специальная переменная. Документ куки она называется. С помощью этой переменной вы можете читать, либо устанавливать куки для данного домена из JavaScript. С JavaScript связано довольно большое количество, то есть, с выполнением кода на стороне клиента связано большое количество разного рода уязвимостей. Поэтому был сделан такой флажок, который делает куку недоступной из JavaScript. То есть, с помощью JavaScript не получится прочитать ее значения. Позже мы поймем, почему это критически важно. Итак, каким образом происходит установка и удаление кук? Для установки куки есть специальный заголовок. То есть, если сервер хочет установить на клиенте куку, он возвращает заголовок set cookie. В одном заголовке set cookie можно установить одну куку. Если вы хотите установить сразу две куки, вы должны вернуть два заголовка. Синтаксис следующий. Значение set cookie – это строка, в которой перечисляется имя куки, ее значение, и далее точка с запятой, и разного рода атрибуты. Например, домен, путь, секьюр, что-то теперь он ли? Они все разделены точкой с запятой. Собственно говоря, для установки куки используется заголовок set cookie. Для удаления куки нет специального метода. Это удаление куки – это разновидность установки. Используется такой прием, делается вызов set cookie, значение уже не важно, а expires устанавливается на какую-то дату в прошлом. То есть, вы заново устанавливаете значение куки, например, вы хотите удалить с ssid. Заново устанавливаете значение куки, но expires ставите в прошлом. Когда браузер получает такой заголовок, он тут же удаляет куку, потому что у нее время жизни expires давно вышло. Заметим, что в set cookie указываются все атрибуты. То есть, можно указывать некоторые атрибуты, некоторые можно пропускать, тогда они будут выставлены браузером в значение по умолчанию. Каким образом браузер передает куки обратно на сервер? Для этого используется заголовок куки. То есть, там был set cookie, здесь просто куки. В этом заголовке передаются все куки сразу. То есть, когда браузер возвращает куки на сервер, он уже не передает ее атрибуты, то есть, не передает ни домен, ни путь. Передает только имя и значение. Поэтому в заголовке куки указывается сразу несколько кук. В данном примере мы видим три. куку с SID с каким-то значением, куку с именем Leng и куку с именем CSRF Token. Соответственно, разные куки разделены точкой запятой. Собственно говоря, веб-сервер может разобрать заголовок куки и извлечь оттуда необходимые данные. Тут нужно уточнить, что браузер при каждом запросе выбирает только те куки, которые он должен отправить. Отправляет не все куки, а вот только те куки, которые подходят под данный запрос. По каким правилам браузер это делает? Это проще разобрать на примере. Допустим, у нас есть вот такой URL, myappsite.com и путь blog post12. Браузер выберет из всех кук те, у которых, во-первых, не истек срок expirous. То есть, если expirous истек, такие куки никогда на сервер отправлены не будут, они будут удалены. Во-вторых, выберет только те куки, у которых подходит домен. Что значит «подходит»? Домен либо совпадает с доменом, на который идет запрос, в точности совпадает, либо является его суффиксом. То есть, куки, установленные в домене более высокого уровня, в домен более высокого уровня, они также будут возвращены. Но есть нюанс. Важно, чтобы была точка. То есть, когда устанавливается кука, ее можно поставить в домен .site.com или в домен .site.com. Вот те куки, которые будут поставлены в site.com, они попадут только на запросы по этому домену. А те, которые поставлены в .site.com, они попадут на site.com, appsite.com, myappsite.com и так далее. То есть, выбираются все куки, у которых домен является точка, суффиксом для текущего домена. Из этих кук выбираются те, у которых подходит путь. То есть, если у нас путь, блок, пост, 12, выбираются все куки, у которых путь является префиксом. Например, slash-блок, slash-блок, пост, просто slash. Понятно. Ну, и поскольку у нас http-протокол, проверяется, что у кук не стоит флаг-секьюр. То есть, логика выбора понятна. Во-первых, по домену, во-вторых, по пути, и в-третьих, проверяется флаг-секьюр. Spirous отвечает за удаление кук. То есть, все устаревшие куки, они не возвращаются вообще на сервер. Вот, в общем-то, весь нехитрый механизм. Он позволяет серверу, собственно говоря, некоторое время хранить небольшой кусочек данных на клиенте. Этот кусочек возвращается с каждым запросом, и сервер может его использовать. Давайте посмотрим, как, в частности, реализована работа с куками в Django. Для этого есть, для установки кук, есть специальный метод setCookie у объектов response. То есть, после того, как вы создали объект, что теперь response, вы можете вызвать у него setCookie. В простейшем варианте вы должны передать два параметра. Имя и значение. Атрибуты кук можно передавать в качестве дополнительных параметров функцию. То есть, вы можете указать домен, путь, expires. Причем, expires указывается не в виде строчки. Как вы видели в заголовке setCookie, дата устаревания expires в виде довольно сложной строки. А в виде объекта dateTime. То есть, вот с помощью такой конструкции в питоне можно поставить куку на 30 дней. Для удаления кук есть специальный метод deleteCookie. Ну, это на самом деле шоткат. Просто сокращение, чтобы не нужно было выдумывать отрицательный expires. Удаление делается вызовом одного метода. При получении кук все входящие куки складываются в специальный словарик request.cookies. Ну, это обыкновенный словарь в языке Python. С ним можно работать известным способом. То есть, его можно просто индексировать, можно вызывать метод get. И тогда вы получите передавать название куки, получите значение этой куки, либо none, если ее не было передано. Здесь все довольно просто. Теперь перейдем к рассмотрению куки-based авторизации. То есть, посмотрим, как с помощью механизма кук можно реализовать систему авторизации в веб-приложении. Начнем с рассмотрения общей схемы. Авторизация в веб-приложении куки-based авторизации основана на двух основных сценариях. Во-первых, это авторизация, либо вход, так называемый логин на сайт, и проверка сессии. Мы начинаем с того, что при обращении к какому-то ресурсу, Application Server решает, что пользователь не авторизован, и нужно запросить авторизацию. В этот момент Application Server перенаправляет пользователя на страницу входа. То есть, пользователь видит форму входа, где он должен ввести логин и пароль. Это вот эта точка. Вот, форма входа. Дальше. Пользователь заполняет логин и пароль и отправляет форму логина. Как мы говорили, эта форма изменяет состояние, поэтому она должна отправляться методом POST. Вот мы видим этот HTTP запрос. То есть, это POST запрос на URL слэш логин, и в POST запросе передается имя пользователя и пароль. Передаются они в открытом виде. Веб-сервер, точнее, Application Server получает логин и пароль и запускает процесс авторизации. В процессе авторизации веб-сервер с этим логином и паролем может поступать совершенно по-разному. Он может проверять, делать запрос в базу данных, проверять наличие пользователя с таким логином и паролем, ходить во внешние серверы сервиса авторизации. Это не важно. В результате, если веб-сервер понимает, что Application Server понимает, что логин и пароль подходят, правильные, он создает так называемую сессию. Про сессию мы чуть попозже поговорим. У сессии есть ключ. Ключ – это относительно длинная строка, которую невозможно угадать. И Application Server ставит сессионную куку. То есть, мы видим, что в ответе присутствует заголовок сет куки. И ставится кука сесс-айди, но название может быть другим, мы выбрали просто сесс-айди. И значение данной куки – это ключ сессии. Это запрос вида редирект. То есть, пользователь ввел форму логина, она оказалась верна, и теперь его нужно отправить на целевую страницу, откуда он пришел. Поэтому веб-сервер отдает редирект, и с помощью заголовка Location указывает пользователю, куда нужно идти. Пользователь попадает на целевую страницу. Соответственно, браузер делает Get-запрос по указанному URL. И поскольку была установлена кука, он передает в заголовке куки значение этой куки. То есть, мы видим, что у нас вот это значение, ключ сессии, он возвращается на сервер. Аппликейшн-сервер видит, что к нему пришла сессионная кука, и делает проверку сессии. При проверке сессии он смотрит, действительно ли такой ключ сессии где-то был у него запомнен. Если этот ключ был запомнен, то с ним у сервера связан текущий пользователь. Сервер может понять, какой пользователь к нему пришел. Соответственно, он генерирует ответ с учетом уже текущего пользователя. Вот таким образом в общих чертах работает куки-бейзет авторизация. Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из подсценариев. Для начала нам нужно оговорить то, как мы будем хранить пользователей и сессии. В реальных приложениях они могут храниться, вот эти объекты, пользователи сессии, могут храниться в очень разных хранилищах. Мы поступим просто, мы будем и пользователей, и сессии хранить в базе данных. Для этого мы создадим две модели. Первая модель, это модель пользователя, предназначена для хранения информации о конкретном юзере. Обязательные поля, которые у нее есть, это логин и пароль. Плюс очевидно, что у нас будет множество дополнительных полей, в которых хранится всякая другая информация о пользователе. Например, имя, дата регистрации на сайте и тому подобное. Это не имеет для нас сейчас интереса. Имеют интерес логин и пароль. Плюс Django автоматически добавит в список полей уникальный первичный ключ. Вторая модель, это модель сессий. Сессия представляет собой сеанс работы пользователя. У одного пользователя может быть параллельно открыто несколько сессий. Например, он может пользоваться веб-приложением через браузер и через мобильный браузер. Либо из дома, из работы. У сессии есть следующие поля, атрибуты. Ключ. Ключ сессии это как раз та строка, которая отправляется в куки, то есть которая хранится у пользователя в браузере. Эта строка должна быть уникальной. То есть мы отмечаем ее как unique. По той причине, что мы должны по этому ключу как-то загрузить сессию из базы. Мы должны знать, единственным образом определить сессию. У сессии есть связь с пользователем. То есть мы видим, что есть каждая сессия связана с каким-то определенным пользователем. Загрузив сессию, мы автоматически узнаем пользователя, с которым она связана. И у сессии есть дата устаревания. В принципе, механизм устаревания в сессиях, которые хранятся на сервере, он дублирует механизм устаревания куки. Но здесь дело в том, что мы не хотим доверять пользователю. Потому что у пользователя может быть странный браузер, либо эта кука может как-то стараниями пользователя жить дольше, чем нам нужно. Поэтому у каждой сессии на сервере хранится дата устаревания. Вот, в общем-то, все. Мы будем использовать эти две простые модели. Итак, рассмотрим первый подсценарий. Это сценарий входа на сайт, когда пользователь отправляет свой логин и пароль, и мы создаем для него сессию. Для определенности мы будем считать, что у нас и форма входа, и обработчик этой формы находятся по url.slash.login. Это вполне нормальное соглашение. Все начинается с того, что пользователь зашел на какую-то страницу, страница посчитала, что его нужно авторизовать, и с помощью редиректа 302-го перебросила на страницу логин. Пользователь видит форму входа и понимает, что ему нужно авторизоваться. Он заполняет логин и пароль и отправляет на сервер. Отправка идет методом POST. Данные отправляются в телезапросы, и они отправляются в открытом виде, то есть в plaintext. Поэтому крайне желательно, чтобы форма логина работала по протоколу HTTPS. Здесь уже это не так критично, как при basic авторизации, потому что логин и пароль передаются только один раз. А не на каждый запрос. Но тем не менее, поскольку придется в открытом виде, очень желательно, чтобы было HTTPS. Это лирическое наступление. Сервер получает логин и пароль от пользователя и проверяет логин и пароль в базе. В нашем случае используем модель пользователя. После того, как сервер понял, что пользователь есть, он создает сессию, создает новый объект сессии, добавляет ее в базу данных и устанавливает куки, содержащие ключ сессии. Ключ сессии – это вот как раз таки поле key. То есть оно хранится в базе и возвращается с помощью заголовка set cookie к клиенту. После чего сервер делает перенаправление на целевую страницу 302. То есть на ту страницу, с которой пользователь изначально и пришел. Давайте посмотрим, как это реализовано в коде. Здесь мы видим view, view называется логин. Это view отвечает за отображение формы логина и за обработку формы логин. Как мы видим, она состоит... Во-первых, здесь есть один большой if. Если метод post, тогда происходит обработка. Если метод не post, происходит просто отрисовка формы логина. Этот сценарий, он простой, нам не интересен, поэтому мы будем осмотреть, что происходит внутри метода, внутри if, то есть когда происходит отправка формы с методом post. Первое, что мы делаем, мы получаем параметры формы. Самое важное, это логин и пароль. Мы извлекаем их из request post, то есть из данных формы. Опционально также извлекаем параметр continue. Continue указывает нам на страницу, на которую нужно вернуть пользователя после успешной авторизации. Далее, когда у нас есть логин и пароль, мы вызываем функцию doLogin. Здесь мы специально вынесли код непосредственной проверки авторизации из вьюшки. На это есть несколько причин. Во-первых, мы говорили, что размещение всего кода, всей бизнес-логики во вьюшках, это плохо. Это антипаттерн, FAT-контроллер. Проверка авторизации, это самое, что ни на есть, бизнес-логика. То есть проверка авторизации может быть сложной. А вот взаимодействие с протоколом HTTP, в частности, восстановление кук, редиректы, это как раз относится к логике, которая должна находиться в контроллере. Как работает функция doLogin? Она принимает логин и пароль пользователя в открытом виде и возвращает идентификатор новой сессии, ключ новой сессии. Либо не возвращает ничего, если пароль не подошел, если логин и пароль неправильный. Мы получаем некоторую переменную ssid, смотрим. Если переменная передана, то есть удалось создать новую сессию, значит авторизация прошла успешно. Если этой переменной нет, она пустая, значит мы устанавливаем error, код ошибки и заново рисуем форму, чтобы пользователь мог увидеть эту ошибку и ввести правильный пароль. Заметим, что хорошей практикой является не разделять разные ошибки в авторизации. То есть здесь на самом деле могло быть две ошибки. Неправильный логин и неправильный пароль. Но если мы будем разделять эти ошибки, пользователь сможет последовательным перебором подобрать логины. Поэтому в форме входа обычно показывают одну ошибку, неверный логин, пароль. А что именно из этого неправильное, это как бы предполагается, что пользователь сам должен решать. Итак, если у нас ssid пустой, то есть не удалось логин, пароль неправильный, мы показываем ошибку. Если ssid вернулся, то есть была создана новая сессия, пользователь успешно авторизован. В таком случае мы создаем новый http-респонс. Это у нас редирект на указанный url. Url мы берем либо тот, который пользователь передавал, либо по умолчанию slash, то есть на главную страницу. В этот респонс мы устанавливаем cookie, делаем вызов setcookie. Это второй важный вызов в данном коде, то есть проверка авторизации, установка cook. Мы устанавливаем сессионную куку с именем ssid, значением тем, что вернула функция doLogin, то есть с ключом сессии, и указываем также разные атрибуты. Например, домен site.com, указываем, что кука доступна только по http, потому что в JavaScript нам не нужна, это опасно. И указываем expires. Expires – это время устаревания. Причем, как мы видим, здесь expires указывается не в виде строки, то есть в заголовке setcookie он, конечно, в виде строки. А здесь мы указываем expires с использованием объектов dateTime, то есть выставляем куку на 5 дней. После чего мы возвращаем данный респонс в фреймворку, то есть произойдет редирект с одновременной установкой кук. Таким образом отрабатывает вьюшка, обрабатывающая форму входа. А теперь посмотрим, что происходит внутри функции doLogin. Мы предполагаем, что пользователи хранятся в базе данных, в модели, про которую мы рассказывали раньше. Первое, что происходит, мы загружаем пользователя по указанному логину. Если такого пользователя не было найдено, мы перехватываем исключение does not exist и возвращаем none. То есть не удалось залогиниться, мы возвращаем пустой идентификатор сессии. Если пользователь был успешно загружен, внимание, важная строчка. Мы вычисляем хэш от пароля. Пароли не должны храниться в базе данных в открытом виде. В базе данных, в поле, в таблице пользователей хранится хэш от пароля. То есть, что такое хэш, мы углубляться не будем. Это преобразованный пароль. Из пароля посчитать хэш можно, из хэша посчитать пароль нельзя. Поэтому мы храним необратимо измененные пароли. И когда к нам пришел пароль из формы, мы считаем для него хэш с добавлением соли, то есть, дополнительно фиксированной строки. Получаем хэшированный пароль. Сравниваем этот пароль с тем, что хранится в базе. Если они не совпадают, это значит, что пользователь ошибся с вводом пароля, и мы возвращаем none. Авторизация не пройдена. В противном случае, если у нас пароли совпали, значит, пользователь прошел авторизацию, и мы должны создать новый объект сессии. Что мы и делаем. Мы создаем экземпляр модели session. Теперь мы должны создать ключ сессии. Ключ сессии должен быть длинной строкой, которую сложно подобрать. Чтобы строку было сложно подобрать, она генерируется случайным образом. Здесь важны два параметра. Во-первых, его длина. А во-вторых, источник энтропии. То есть, с помощью какого метода вы генерируете эту случайную строчку. Нужно позаботиться о том, чтобы источник был хорошим. То есть, использовать какие-то достаточно хорошие функции генерации случайных последовательностей. Чтобы ключ сессии нельзя было подобрать. Итак, мы сгенерировали длинную строчку. Связываем объект сессии с пользователем. То есть, мы загрузили пользователей с базы по логину пароля. Теперь мы связываем сессию с этим пользователем. Устанавливаем дату устаревания. И сохраняем сессию в базу. Все, с этого момента пользователь считается залогиненным. Мы возвращаем сессионки обратно в нашу вьюшку, чтобы он был установлен, записан в кукру. Итак, повторим еще раз, что происходит. Пользователь отправляет логин пароль. Мы по логину загружаем пользователя из базы. Хэшируем пароль. В базе хранится захэшированный пароль. Сравниваем пароли. Если пароли совпадают, мы создаем новый объект сессия. Генерируем для него длинный случайный ключ. Связываем сессию с пользователем. Сессию сохраняем в базу. А ключ сессии с помощью механизма кук возвращаем пользователю. Теперь перейдем к рассмотрению второго подсценария. Проверка сессии. На предыдущем этапе при авторизации пользователю была установлена кука, в которой содержится ключ сессии. И теперь при каждом запросе эта кука будет передаваться к нашему аппликейшн серверу. Мы хотим перед выполнением любого кода вью, проверить текущую сессию и загрузить информацию о пользователе. Чтобы в момент выполнения кода вью мы уже знали, какой пользователь у нас в данный момент осуществляет запрос. Еще раз, как происходит проверка сессии, то есть основной сценарий. При любом запросе клиент передает в заголовке куки свой идентификатор сессии, session ID. Перед выполнением какого-либо кода вьюшке сервер загружает сессию из базы данных по переданному идентификатору. Если сессия не найдена, значит клиент не авторизован. Если сессия найдена, из нее получается ID пользователя и сервер загружает объект пользователя. Таким образом, к моменту выполнения вьюшки у нас уже есть пользователь, который осуществляет запрос. Нюанс заключается в том, что проверку необходимо делать перед каждым вызовом вью. То есть мы могли бы вот эту логику реализовать в принципе отдельно во вьюшке, но тогда бы нам пришлось это делать в каждой вьюшке. Это очень неудобно, это копирование кода, поэтому проверку авторизации имеет смысл делать для всех вью. Каким образом выполнить какой-то код для всех вью и еще и перед, до того, как вью будет запущено? В Django для этого есть специальный механизм middleware. Мы про него не говорили, поэтому давайте коротко сейчас его обсудим. Что такое middleware? В Django middleware это обычный Python класс, в котором есть один из указанных ниже методов. То есть просто класс, в котором есть метод с подходящей сигнатурой. Список всех middleware активных находится в специальной настройке. То есть в settings.p есть настройка вот такая, middleware classes. Это список всех классов, которые будут использованы. То есть список всех активных middleware. Чтобы Django знала, какие ваши классы вообще рассматривать как middleware. Соответственно, нам нужно будет создать класс и реализовать у него метод. Какие методы могут быть в данном классе в middleware? Здесь указаны 4 основных метода. Процесс request. Этот метод будет вызван до начала диспетчеризации урлов. То есть когда пришел HTTP request, но Django даже не определила view. Соответственно, этот метод будет вызываться для любой view в начале цикла обработки запроса. В этот метод передается переменная request. Это HTTP request. Тот же самый объект, который попадет во view. Соответственно, у нас есть возможность его немножко изменить. Процесс view. Этот метод вызывается у middleware, когда уже определена view, которая будет выполняться. Здесь дополнительно передается функция view и ее аргументы. То есть когда диспетчеризация отработала. Процесс response вызывается после выполнения кода view, когда появился объект HTTP response. То есть view успешно выполнился. И процесс exception вызывается после обработки кода view, если в процессе было выброшено неожиданное исключение. В нашем случае мы говорим про проверку авторизации. Мы хотели бы проверять авторизацию для каждой view, поэтому мы выберем первый метод процесс request. То есть мы будем обрабатывать объект request до вызова любой из view. Давайте создадим middleware. Разместим его в отдельном файлике middleware.py. Например, в приложении проекта. Это обычный Python класс. У него есть метод с требуемой сигнатурой, то есть процесс request. Что происходит внутри данного метода? Первое, что мы делаем, мы получаем значение cookie. То есть из request.cookie мы извлекаем значение cookie ssid, куда мы записывали ключ сессии. Далее мы загружаем из базы данных сессию. Мы указываем, что ключ равняется ssid. Как мы помним, у нас ключ отмечен как уникальное поле, поэтому get вернет сессию, либо не вернет ее вообще. И дополнительно указываем проверку expires больше, чем date time now. То есть время устаревания сессии, оно в будущем, сессия еще не устарела. Если у нас удалось загрузить сессию по указанным условиям, то мы полученный объект сессии запоминаем в request.session и, соответственно, связанный с ним пользователя запоминаем в request.user. Соответственно, вот в этих двух переменных внутри кода вьюшке у нас будет сессия пользователя и, собственно говоря, сам объект пользователя. Если в процессе загрузки произошло исключение, does not exist, например, нет сессии с указанным ключом, либо не выполняется вот это вот условие, не выполняется условие expires, а будет исключение, это значит, что сессию загрузить не удалось. Соответственно, мы в request.session и request.user записываем none, то есть ничего. И вьюшка сможет уже ориентироваться, есть авторизованный пользователь или авторизованного пользователя нет. Таким образом работает сценарий проверки авторизации. И давайте еще рассмотрим третий сценарий, он совсем короткий, это выход из приложения. Для того, чтобы выйти из приложения, сделать логаут пользователя, достаточно удалить его объект сессии. Для этого используется вью-логаут. Что происходит? Пользователь заходит на такую вьюшку. Часто ее делают обрабатывающий метод get, хотя это не совсем правильно. Ну, потому что часто кнопку выход делают в виде ссылки. Желательно, чтобы эта вью тоже работала с помощью метода post. Мы получаем идентификатор сессии из кук. И если он не пустой, мы просто удаляем сессию с данным идентификатором. После чего отправляем пользователя на какой-то URL, с которого он пришел. Здесь все просто. При следующем запросе у нас не получится загрузить сессию, и пользователь будет считаться неавторизованным. Итак, мы с вами рассмотрели, как сделать, так скажем, на коленке самостоятельную систему авторизации на основе кук. Мы ее делали в проекте на Django. Обязательно следует упомянуть, что на самом деле в Django уже есть встроенная система авторизации. И встроенная система сессий. Мы, соответственно, рассматривали, как ее сделать, чтобы понять, как она устроена внутри. Встроенная система авторизации, они работают более сложным образом, там больше нюансов. И вот что следует про них знать. Во-первых, система авторизации, система управления сессиями выполнена в виде отдельных приложений. То есть это Django приложение, которое вы можете подключить к вашему проекту или не подключать. В зависимости от того, хотите, достаточно вам их функционала или недостаточно. Для управления сессиями в Django используется вот такое приложение – Django Contrib Sessions. В чем его особенности? Здесь сессии сделаны независимыми от пользователей. То есть мы рассматривали, что сессия всегда связана с пользователем. На самом деле это не обязательно. То есть ключ сессии может генерироваться для любого пользователя, в том числе для неавторизованного. Достаточно, чтобы он был длинным и уникальным. Если сессия не связана с пользователем, она называется анонимной. В Django Contrib Sessions поддерживаются анонимные сессии. То есть фактически для каждого пользователя, авторизованный он или нет, создается сессия. И в объект сессии можно складывать произвольные данные. То есть у нас в сессии хранился только идентификатор пользователя. В Django Sessions можно хранить произвольные данные. Например, там список покупок, то есть корзину в магазине, это наиболее, в интернет-магазине, наиболее распространенный пример использования сессий. Также это приложение позволяет хранить сессии не в базе данных, а в каком-нибудь более быстром хранилище, например, в Redis, либо в Memcash. Дело в том, что проверка сессии происходит на каждый запрос, и очень желательно, чтобы доступ к сессии по ключу был быстрым. Поэтому сессии часто хранят в отдельных хранилищах. Как используется данное приложение? Во-первых, вы его должны включить в список installed apps в ваших настройках. После того, как вы подключили приложение сессии, у вас появляется свойство request.session. Ну, мы его называли так же. Отличие в том, что оно существует всегда. У нас request.session иногда был пустым, то есть none. Стандартные сессии в Django существуют всегда. Объект сессии ведет себя как словарь. То есть вы можете из сессии прочитать какое-то значение, можете записать какое-то значение. И это значение, оно сохранится между запросами, потому что на самом деле оно будет храниться в хранилище. Например, в базе данных, либо в редисе у пользователя будет только ключ сессии. И вы можете очистить. То есть вы можете вызвать в метод flash. Это очистит содержимое сессии. Ну, это было аналогично нашему удалению. То есть логаут, в принципе, очищает содержимое сессии. Сессии, поскольку они сделаны анонимными, их можно использовать без использования авторизации. То есть это просто стандартные сессии в Django. Это некоторый словарик, который привязывается к пользователю и существует, сохраняется между запросами. Поверх системы сессии в Django реализована система пользователей. Django Contrib House. Она предоставляет готовую модель User. То есть есть модель пользователя, у которой есть наиболее используемые поля. То есть имя, email и тому подобное. И предоставляет вместе с моделью пользователя систему разделения прав. То есть есть встроенная модель Permission, которая позволяет раздавать права пользователям на доступ к разным объектам. Это может вам не пригодиться. Что важнее, есть стандартные view для входа, выхода, для регистрации. Дописание обработчиков регистрации входа-выхода, оно в общем довольно трудоемкое и чревато проблемами с безопасностью. Вот в Django Contrib House есть встроенные обработчики, которых эта проблема уже все решена. В Django Contrib House система пользователей, она используется другими приложениями, например Django Admin. То есть если вы для своего проекта на Django хотите использовать готовую админку, вам потребуется включить систему авторизации Django. Каким образом используется система авторизации после того, как вы ее включили, это приложение в InstallTabs, у вас у объекта Request во вьюшках появляется свойство User. Это текущий пользователь. В отличие от нашей реализации, в стандартной системе пользователей Request User определен всегда. Если пользователь авторизован, то есть если это авторизованный пользователь, у него из Authenticated возвращает True. А для всех остальных из Authenticated вернет False. В этом случае у нас объект пользователя соответствует анонимному пользователю. То есть записи в базе нет, но объект пользователя есть. Это позволяет писать меньше if, но все-таки вы должны понимать, что наличие просто переменной Request User во вьюшках не означает, что вы работаете с каким-то конкретным авторизованным пользователем в системе Django Country Pause. Что еще можно сказать про сессии и встроенную авторизацию в Django? Важное отличие в том, что эти системы, эти приложения, они сделаны ленивыми. То есть так называемые лейзи. Что это значит? То есть мы, наш middleware, делали так, что он срабатывает на каждую вью. Естественно, это слишком накладно. То есть на самом деле не на каждую вью нужно проверять авторизацию пользователя. Поэтому вот эти переменные, которые предоставляются Request User и Request Session, они сделаны ленивыми. Объект существует, но непосредственно проверка произойдет только при первом доступе к этому объекту. То есть когда вы попробуете прочитать его свойства, обратиться к этому объекту, Django произведет непосредственно проверку сессии и вернет вам уже конкретного пользователя. Либо авторизованного, либо не авторизованного. Если вы в коде вашей вьюшки не обращаетесь к Request User, соответственно, авторизация проверяться и не будет. Это что касается встроенных систем авторизации и сессий. В общем-то, в завершении темы веб-авторизации нужно обсудить аспекты безопасности. Простейшие аспекты. Когда мы говорим про безопасность, по сути дела, есть две распространенные атаки. Это атака на пароли и на сессии. Что можно сказать про безопасность паролей? В этом случае злоумышленники пытаются похитить сам пароль пользователя. Одного, либо всех сразу. В какой момент это может происходить? Например, в момент, когда пользователь вводит и отправляет пароль в форму логина. Как мы говорили, отправляется форма методом POST, значит пароль передается в открытом виде. Чтобы злоумышленник не смог его перехватить с помощью прослушивания снифинга сети, все формы, в которых есть пароль, должны отправляться по HTTPS. Вообще, HTTPS это крайне рекомендуемый стандарт для современных сайтов. Второй момент. Злоумышленник может попытаться написать робота, который перебирает логины и пароли, потому что на самом деле у пользователей пароли не такие разнообразные. Они довольно простые и у многих пользователей совпадают. Поэтому злоумышленник может перебирать логины и пароли в вашей форме входа. То есть фактически по словарю перебирать. Для этого в форме входа часто добавляют капчу. Если не при первом запросе, то стоит какой-то детектор брутфорса перебора. И если мы видим там множество повторяющихся запросов на вход, мы добавляем капчу и без капча вообще не проверяем форму входа логина. И третий момент. Это хранение паролей в базе. Периодически происходят утечки баз данных, связанные с атаками на сетевую инфраструктуру, проникновением в сеть компании и тому подобное. Ну, тем или иным образом хакеры получают базу данных пользователей. Здесь очень важно, чтобы пароли не хранились в открытом виде. Если пароли хранятся в открытом виде, фактически вы потеряете пароли всех пользователей сразу. Поэтому на практике пароли хранят в захешированном виде. Но хранить в захешированном виде это недостаточно. Потому что есть так называемые радужные таблицы. Ну, фактически это набор паролей по словарю, переведенные в хеш-таблицы, которые позволяют расшифровать примитивные хеширования. Поэтому, во-первых, к паролям добавляют соль, чтобы пароль перестал быть словарным словом. А соль это какая-то произвольная строчка, которая фиксирована для проекта. А часто, например, в джанге делают еще более хитрым образом. Для каждого пользователя соль, она уникальна. То есть, каждый пользователь обладает собственной солью, и пароли хешируются не один раз, а несколько раз подряд. Что делает невозможным обратное преобразование из хеша. То есть, главное не хранить пароли в открытом виде. Их нужно хранить многократно захешированными с добавлением соли. Что, собственно говоря, и реализовано в стандартном приложении джанга. Так, это что касается паролей. Ну, соответственно, утрата пароля означает, что злоумышленник сможет войти и от лица пользователя осуществить какие-то действия в веб-приложении. Тем не менее, он может это сделать и без кражи пароля. Ему достаточно получить сессионную куку. И здесь вариантов намного больше. Дело в том, что сессионную куку можно получить с помощью JavaScript. Если вам удастся разместить на странице сайта, сайта, который пользуется некоторый пользователь, свой JavaScript, то вы получите доступ к его куку. Утеря сессионной куки означает, что у злоумышленника будет права, будет авторизация пользователя, по крайней мере, на время жизни этой сессии. Какие меры безопасности можно предпринять? Ну, во-первых, ключ сессии нужно делать, как мы говорили, уникальным и генерировать его с хорошим генератором случайных чисел, чтобы его невозможно было подобрать. То есть, чтобы невозможно было сессию подобрать в Брутфорс. Во-вторых, рекомендуется ставить на сессионные куки флажок HTTP only, чтобы эти куки не видны были из JavaScript. Помимо этого, куки могут быть привязаны к IP-адресам. Если злоумышленник украл сессионную куку, он не сможет ей пользоваться, поскольку он находится на другом IP-адресе. Куки хранятся ограниченные по времени, то есть, есть ограничения по времени жизни, чтобы нельзя было куками пользоваться бесконечно. То есть, даже если кука была утеряна, она через какое-то время перестанет быть активной. Но это слабая защита. И важный пункт, при критических действиях требует именно пароль. То есть, например, если злоумышленник получил куку, и с этой кукой он не сможет сменить пароль. То есть, обычно логика какая? Похищают куку, заходят на страницу смены либо восстановления пароля и меняют пароль. После этого, как бы, злоумышленник получает постоянный доступ. На всех критических действиях требуется запрос пароля. А на особо важных, связанных с деньгами, сейчас принято делать двухфакторную авторизацию. То есть, нужно будет вводить, во-первых, пароль, а во-вторых, второй способ подтверждения – по смс приходит код. То есть, вывод какой? На безопасность, основанную на авторизацию чисто по сессионной куке, можно рассчитывать только в некритичных действиях на сайте. В критичных действиях, то есть, в критичных обработчиках, нужно использовать авторизацию по паролю, либо, например, двухфакторную авторизацию. В общем-то, на этом тема авторизации может быть закрыта. То есть, мы в первом приближении ее рассмотрели. И теперь мы можем перейти к рассмотрению дополнительных тем веб-разработки. Продолжение следует...